Депутаты Госсовета Чувашии согласовали кандидатуру нового прокурора республики. На пост главы регионального надзорного ведомства претендует Андрей Фомин, последние шесть лет проработавший в прокуратуре Крыма. Путь от стажера районной прокуратуры Ярославской области до первого заместителя прокурора Крыма. О рабочих заслугах Андрея Фомина, кандидата в прокурору Чувашии, парламентариям по онлайн-связи рассказал заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. Время службы зарекомендовала себя высококвалифицированным персональным работом, инициативным руководителем, обладает большим опытом работы, организаторскими способностями, проявляет оперативность при решении практических вопросов прокурорского надзора. Должность прокурора Чувашии освободилась еще 2 марта. Работа предыдущего главы регионального надзорного ведомства сопровождалась кадровой чехардой. Закономерно, что депутатов интересовало, как будет построена эта работа. К сожалению, это не единственная проблема в прокуратуре республики. Комплексная проверка генеральной прокуратуры, которая завершилась, достаточно большое количество недостатков в работе отразила, в том числе и по направлению работы с кадрами. Я полагаю, все они подлежат устранению. Существует план устранения недостатков. Установлены конкретные сроки. Всеми вопросами, в том числе и кадром, мы будем заниматься. Важно, и как будет выстроен диалог с парламентариями. Андрей Валерьевич, исходя из вашей практики работы, как вы планируете коммуницировать с депутатами Государственной Советы Чувашской Республики, с фракциями? Я полагаю, что я буду ходить на сессии депутатов. Тем более, это необходимо, чтобы более оперативно погрузиться в проблемы республики. Кандидатуру нового прокурора республики депутаты поддержали единогласно. Сегодня же с кандидатом встретился и временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев. В рамках нашего взаимодействия мы должны обеспечить эффективность бюджетных денег. И самое главное, чтобы у нас появлялись хорошие дороги, построенные квартиры, школы, садики, чтобы люди были удовлетворены той социальной поддержкой, которая оказывается. Ну и, конечно же, чтобы вся правоохранительная система работала четко по назначению. С августа 2014 года работаю в Крыму, сейчас по нынешний день. Поэтому все проблемы, национальные проекты, федеральные целевые программы, очень большое финансирование и задача прокуратуры в Крыму – это правовое сопровождение этих программ, недопущение расхищения бюджетных средств. Поэтому в полном объеме работаем, для этого координируем работу всех правоохранительных органов. Определенные наработки есть, результаты тоже. Я думаю, мы поделимся, может быть, какой-то опыт будет полезен здесь, в Чувашской республике. Региональные встречи проведены. Окончательное слово за федеральными властями. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.